уходящая неделя в саратове ознаменовалась очередной трагедии погибла вернее была жестоко убита девятилетняя лиза киселева утром 9 октября в 7 30 утра девочка вышла из дома по улице высокая носхи и отправилась в школу но на уроках она так и не появилась искать лизу начали в тот же день к розыскам присоединились волонтеры и простые саратовцы пожалуй сложно вспомнить когда в нашем городе беда так сильно объединяла людей тысячи людей по всему саратову искали лизу за розыском пропавшего ребенка без всякого преувеличения следила вся страна поиски не прекращались даже когда в телеграм-каналах появились первые трагические вести а также информация о задержании подозреваемого в убийстве михаила туватина и мы уйдем а В ночь на пятницу район Схини спал. Сотни людей собрались в гаражах, где нашли тело девочки. Народ требовал информации и еще просил выдать задержанного. Мы не уйдем, а мы нашли этого дурачка. Он здесь, поэтому люди не сходят. Мы можем отправить своих детей в школу. У меня лично две дочки. Вот хотите мое состояние сказать? Я вот понимаю эту маму, я любого человека готов завалить за Эрвит. Вот поэтому я абсолютно спокойно. Я сейчас хочу сказать, и абсолютно у каждого отца матери такое будет чувство. Здесь правосудие неуместно. В данный момент мы хотим, чтобы этого человека, который убил эту девочку в раз в жизни, судили по восточному порядку, по восточному закону. И здесь все, 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 и мой ребенок был. Смотрите, здесь все, и у вас до какой-то национальности готовы... Вы, мой ребенок, я бы вас не слышал, никого. Просьба, я вам сейчас выграю. Просто отвернуйте на полчаса, укройте все гаражи. Вот люди только после этого будут. Первое официальное подтверждение информации пришло в пятницу днем из Следственного комитета. Председатель Следственного комитета России направил в Саратов следователей-криминалистов Центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании обстоятельств убийства 9-летней девочки и максимально оперативного закрепления и исследования доказательств. В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами совместно с сотрудниками полиции, установлена личность мужчины, который может быть причастен к ее убийству. Подозреваемый задержан и в настоящее время уже допрашивается следствие. Он дает признательные показания по обстоятельствам преступления. Согласно этим показаниям, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. 9 октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она спросила, его ли это гараж. Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство. Эта версия подозреваемого будет проверена следователем. Уже известно, что задержанный ранее судим за совершение ряда тяжких преступлений. На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. К материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств приобщены данные с камер наружного наблюдения, которые также подтверждают версию следствия о причастности задержанного к убийству. Вместе с тем следствие проверяет и иные возможные версии преступления. Ход расследования уголовного дела поставлен председателем Следственного комитета на контроль в Центральном аппарате. Следственным комитетом будет принят исчерпывающий комплекс мер, направленных на то, чтобы совершивший жестокое преступление в отношении ребенка ответил за содеянное по всей строгости закона. Вы ее до этого момента встречи видели когда-нибудь? Вы ее просто сейчас Елизавету назвали? Нет, это я уже то, что из ориентировки, которая развышалась на столбы. Вину в совершении убийства малолетней девочке признаюсь? Да. Вы садея нам раскаивались? Да. Подозреваемый в убийстве 35-летний Михаил Туватин. Персонаж с богатым криминальным прошлым. По информации телеграм-канала 112 за плечами мужчины 6 судимостей. За кражи, разбой, развратные действия, а также изнасилования. В поле зрения силовиков он находился с 20-летнего возраста. О личности подозреваемого весьма характерно говорит его страница в социальной сети ВКонтакте. В подписках десятки порно-ресурсов. Статья, которую инкриминирует Михаилу Туватину, 105-я часть 2 УК РФ, предполагает лишение свободы на срок от 8 лет до 20 лет, с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет, либо пожизненное заключение, либо смертную казнь. Тем временем в пятницу на место убийства Лизы Киселевой стекается народ с цветами и игрушками. Те, кто искал девочку, те, кто просто услышал о произошедшей трагедии. По словам многих родителей, которые живут на схи, дорога от домов до лестницы в школу через гаражи. Очень короткая, но даже многие взрослые боятся по ней ходить. По этой дороге я бы ребенка не отпустила. Она кругом одни гаражи. Даже ребенок будет кричать, никто не услышит. Вот там дорога есть, вот к садику. Там уже более, это, менее опасно идти. Похороны убитой Лизы Киселевой пройдут в Саратове в воскресенье, 13 октября. Отпевание начнется в 11.30 в храме Петра и Павла на Третьей Дачной. Ранее стало известно, что соболезнование семье погибшей девочки выразил Валерий Радаев. Ну а правительство области полностью возьмет на себя расходы на организацию похорон. В Саратов снова вернулась холодная погода. По ночам столбик термометра в начале недели опускался до нуля. И по традиции многие жители областного центра заскучали по теплым батареям. В этом году АТОП-сезон начался как никогда рано. В конце сентября. Потом, правда, природа сжалилась над коммунальщиками и подарила несколько теплых дней. Тем не менее, сейчас, когда проблема холодных батарей снова стала актуальной, тепло не подается почти в тысячу саратовских домов. Такие данные в среду обнародовала прокуратура, тем самым как бы обозначив свое участие в процессе. Правда, вот теплее от прокурорских представлений в адрес чиновников и коммунальщиков от чего-то не становится. Со стороны кажется, что ведомство Сергея Филипенко вообще самоустранилось от решения проблемы, ограничившись дежурными пресс-релизами. Кстати, сам областной прокурор в столь ответственный для региона момент, как вхождение в утопительный сезон, уехал в отпуск. Вот и получается, что население, которое должно видеть в прокуратуре гаранты защиты прав граждан, снова осталось с проблемой один на один. Люди обрывают телефоны горячих линий, пишут в редакции СМИ. Сериал «Не дай себе замерзнуть» представляет новый сезон. Кот по имени Тишка вместо обогревателя, теплая кофта и носки. Ожидание тепла дома у Раисы Владимировны превратилось уже в традицию. Каждый год в одно и то же время с одним и тем же набором вещей. Все время одеты, все время в носках, когда такие валенки брестные одеваем, и в кофтах все время. И спим под тремя одеялами вот такие, покупаем ватные и пуховые у нас есть. Жители соседнего дома номер 170 по улице Мичурина тоже мерзнут. Говорят, на улице теплее. Здесь шерстяные эти, и это, и вот так я дома хожу, и одеваю этот самый, и спать ложусь так, но весь дом не отапливается. Обещали, что с первого и до сих пор ничего нет. Официально отопительный сезон в Саратове был объявлен 25 сентября, две недели назад. Однако, по информации администрации, на среду 9 октября подключено было всего 78% домов. На сайте информационного агентства «Взгляд.Инфо» традиционно стартовала ежегодная акция «Не дай себе замерзнуть», где жители области делятся адресами холодных домов. И по информации, на тот же день тепла не было почти в 800 домах. У нас подключено 78% домов, это чуть больше 3300 домов. Подключение сейчас идет, у нас закончены все регламентные работы, то есть вот по перекладке сетей схемы они собрали, поэтому за вчерашнего дня активно идет заполнение всех систем, поэтому большое количество домов мы уже подключили вчера. Все объекты социальной сферы были запущены, но некоторые объекты, и на сегодняшний момент такие случаи есть. Где-то происходит отключение с ремонтными работами, где пошли порывы, то есть как бы рядом по коммуникациям. Есть в связи с тем, что проводились еще регламентные работы, переключались системы, и гидравлический режим сейчас выстраивается, где-то параметры у нас снижаются, то есть приходится перезапускать систему. Такие случаи есть, мы каждый объект знаем, и в первую очередь занимаемся объектами соцсферы. Жители негодуют, почему каждый год Саратов оказывается не готов к отопительному сезону, а к списку неотапливаемых домов прибавляется перечень перекопанных улиц. Из опыта, когда начинаем как-то планово разворачивать и подключать и социальные учреждения, и жилье, в целом для раскрутки полноценной системы выходит примерно две недели. С учетом того, что 24-го распоряжения вышло, но никто подключаться, скажем так. Социальные объекты, да, пошли, и мы их до 1 октября все подключили, но жилье, к сожалению, на 1 октября практически было подключено, наверное, процента на 5-10 из всего города. Прошлый понедельник, когда было вот это вот похолодание и ночь очень холодная была, все дружно побежали открывать. И у нас очень сильно просил режим. Мы не успевали, скажем так, раскручивать насосные станции, чтобы просто-напросто этот режим держать в нормальном русле с точки зрения именно нормального подключения дальнейшего жителей к теплу. Мы со своей стороны ресурс подали, да, начинаем собирать жалобы, в том числе и пользуемся вашим ресурсом, проверяемся по нашей зоне, идут жалобы из домов. Мы туда отправляем техническую инспекцию. Ну, и результат банальный, что сети все подключены, а дальше дом просто-напросто управляющая компания его не развернула. Или же есть случаи, когда управляющая компания работает внутри дома, что-то там, когда начали включаться, появляются повреждения внутри домовых коммуникаций. Соответственно, они их устраняют. Но беда, как говорится, не приходит в наш город одна. На улице Осипова жители дома номер 22 в ожидании тепла грели свои квартиры, как обычно, кондиционерами и электрическими обогревателями. Но на два дня их лишили еще и этого. Сидим вторые сутки уже без света. И вот по вине этой организации теплоснабжающей, не знаю, что они там делали, но я так понимаю, что без разрешения, без согласования с СПГС начали проводить скрышные работы, вот в результате обрыв кабеля. Тепло-энергогенерирующая компания при вскрышных работах повредила электрический кабель, оставив без света почти 100 семей. Вот я как раз все вычищала, потому что холодильник потек. Но он же больше-то не может так долго. Все, татар-базар какой есть. Вот и все. Скорее всего, на момент выхода сюжета процент подключенных теплодомов возрастет. Но не факт, что батареи будут нужной температуры. А у некоторых вдобавок не будет горячей воды или будет, ну, с перебоями. А у кого-то ненадолго отключат электричество. Евгений Примаков, депутат Государственной Думы, призывает горожан не платить за непредоставленные услуги. Нет услуги, нет денег. Это правильно. Но тут очень важно провести все правильно и законно. Через экспертизу, самоорганизацию, съемных иск, выставление претензий и так далее. Потому что если наши соотечественники просто перестанут в явочном порядке это дело платить, то потом они в коммунальщике и администрации местные навесят еще там пений и прочее, прочее. Он сказал, что Примаков поставил их в дурацкое положение, теперь им пений надо платить. Все надо сделать правильно, но сделать надо обязательно. Люди не должны сидеть без тепла, без горячей воды. Между началом и концом отопительного сезона бывают еще снегопады. И хорошо бы, чтобы администрации и коммунальщики оказались к этому готовы. В Саратове в четверг открылся второй экономический форум. Его первый день прошел в отсутствии губернатора Валерия Радаева. Глава региона отправился в Москву на заседание правительства страны. Площадкой проведения форума в этот раз стал исторический парк «Россия. Моя история». Умные города с умными домами. Не менее продвинутые тренажеры для обучения машинистов поездов. Второй экономический форум открывает выставка достижений компании участников. Тренажер полностью имитирует все системы, которые есть в локомотиве. Полностью моделирована. Гибматика, масляная система, все электрические цепи. Эту электроволу создаваясь 5К. Такой же тренажер сейчас работает в Хабаровском учебном центре. У нас есть, а вот вы не заметили, здесь то же самое, только мини такой, да? Там такой большой расширенный, а здесь вот мини такой комплекс, где мы действительно машинистов локомотива тренируем. Самое главное – это не тренировка в части навыков, а именно тренировка в части нестандартных ситуаций. Часто машины выезжают на переезд, это у нас очень большая проблема. Поезд так просто не остановить. Вот мы сейчас дали возможность и сымитировали вождение поезда с весом более там 5000 тонн, и показываем о том, что он останавливается не сразу же, а останавливается только лишь через почти километр. Не всегда машина не сможет среагировать, ну потому что вот точка принятия решения и полная остановка через километр. Делегация из белорусского Витебска интересуется стендом с умным городом. Европейские соседи несколько лет назад запустили подобный проект в своем регионе. За основу взяли опыт финского тампора, но интересна и российская разработка. Братьев белорусов завлекают и на туристическом стенде Саратовской области. Тюльпана, я вам уже рассказала, что есть фестиваль Тюльпана. Есть у нас на юго-западной границе, город Балашов, это пятый по численности город в Саратовской области. Здесь проходит театральный фестиваль. Вы видели золотые структуры, музей, а это как раз артисты Балашовского драматического театра. Сегодня, конечно, товарооборот между Витебской и Саратовской областью еще небольшой. Он за первое полугодие составил только 1,6 миллиона долларов. Это маленькая цифра, но мы и ищем точки соприкосновения, которые между нашими предприятиями в первую очередь могут быть, чтобы этот товарооборот, по крайней мере, удвоить, утроить в самое-самое ближайшее время. Здесь в первую очередь о химической промышленности идет речь. Небольшие поставки сельхозпродукции и точки соприкосновения у нас могут быть в туристической сфере. Надо дружить. Умная остановка – часть умного города. Когда-то такие, возможно, появятся и в Саратове. Только вот когда? Ну, у нас-то когда появится, как только мы сейчас соглашение с губернатором подписывали, на следующий год увидим? Я думаю, да. Александр Стрелюхин – вице-губернатор и глава правительства. В отсутствие Валерия Радаева принимает гостей, подписывает соглашение и открывает пленарные заседания. В этом году снова говорим о развитии транспорта и логистики. Транспорт – это центральная тема, национальная повестка. Ей посвящены федеральные проекты безопасной качественной автомобильной дороги и комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры, утвержденной правительством Российской Федерации. И до 2024 года государством на эти два направления запланировано более 11 триллионов рублей, то есть почти половина всех затрат на нацпроект. Целевой ориентир, обозначенный президентом страны Владимиром Владимировичем Путином, привести не менее половины дорог страны в нормативное состояние, повысить уровень логистики и экономической связанности регионов. Ведущая роль в этой работе отведена бизнесу. И наша задача – предложить инвесторам и частным компаниям перспективные и выгодные проекты – выработать эффективные модели финансирования. О транспорте и логистике говорили и год назад. Строительство трассы «Шанхай-Гамбург» – вообще проект, о котором рассказывают много лет. Участки в Китае и Казахстане уже готовы. Очередь за Россией. Старт еще в 2018 году обещали в Саратовской области. Да, прошел год, и, наверное, многие скажут, в прошлом году тоже рассказывали об этом. А что же вы за это время сделали? Начали вы строить дорогу или не начали? Но, к сожалению, я могу сказать, что мы еще не копнули, первый копший экскаватор не копнул, не начали, но мы очень много сделали для того, чтобы дорога в следующем году начала строительство. Но, первое, я бы хотел сказать, что наш проект включен в план магистральной инфраструктуры, который утверждал правительство Российской Федерации и даже прозвучал в указе президента майских указов, где говорится о том, что к концу 2024 года должно быть открыто сквозное автомобильное движение между Китаем и Европой. По словам Александра Рязанова, большую надежду бизнес возлагает на закон о защите инвесторов. Обсуждение проекта в правительстве совпало с открытием форума в Саратове. До конца года документ может быть рассмотрен и принят Госдумой. Главная идея закона – на время действия соглашения между инвесторами и правительством не будут меняться налоговые условия. При этом сам срок договора может достигать 15 лет. Тема государственно-частного партнерства на форуме звучала не единожды. Успешный пример в нашем регионе – аэропорт Гагарин. А всего по стороне таких проектов сейчас набирается около 4,5 тысяч. Объем инвестиций в целом в районе 2 триллионов рублей. Более половины из них – деньги частных инвесторов. Саратовская область в плане развития ГЧП не в лидерах, но и не в отстающих. Крепкий середняк, говорит председатель правления Национального центра развития государственно-частного партнерства Павел Селезнев. В Саратове в данном формате планируется строительство западного обхода. Нам предстоит реализовать масштабный проект. Вы, наверное, слышали, читали о том, что так называемый «южный обход», как и отрочное название, будет реализовываться в Саратове в рамках государственно-частного партнерства. Это строительство порядка 40 километров подъездных путей и непосредственно моста, который оценивается от 8 до 10 километров. Вот предстоит этот проект реализовать – это сложнейшая задача, это вызов в какой-то степени для администрации Саратовской области, да и в том числе для экспертного сообщества в России. На деньги инвесторов в Бостон-центре планируют строить и скоростной трамвай. Мы изначально, еще года полтора назад, начали смотреть на тему, связанную с модернизацией, в первую очередь, трамвайной инфраструктуры. Были различные подходы, были более глобальные, связанные с максимальным охватом всей трамвайной сети. В конечном итоге коллеги на данный момент, по нашему мнению, избрали достаточно оптимальный вариант, когда мы начинаем двигаться по одной пока локальной линии, но при этом самая эффективная с точки зрения пассажира перевозок – это вот третий маршрут, который проходит через весь центр Саратов. Сейчас, по нашей информации, идет предпроектная стадия проектирования, стадия проектирования, и по итогам ее будет уже понятно все те объемы инвестиций, которые требуются для реализации проекта. До конца года будет выполнен проект, и со следующего года – начало реализации. Нам нужно менять всю структуру транспорта города Саратова, для того, чтобы исключить дублирующие маршруты, для того, чтобы не только построить новые трамвайные пути, но и сделать такой транспортный каркас, который был бы удобен для жителей города. Это обязательно будет, и это результат прошлого форума, прошлого договора. В прошлом году на экономическом форуме было подписано два десятка соглашений. По итогам первого дня форума второго уже 12 деклараций о намерениях. Что из них будет реализовано, а что так и останется на бумаге, сейчас сказать сложно. Тот же проект «Расса Меридиан», несмотря на простой, обещают запустить в 2020 году. Искренне хочется верить и в скоростной трамвай, и в то, что Саратов когда-нибудь получит цивилизованный общественный транспорт. Если для этого нужно проводить экономические форумы, то почему бы и нет? А что думают об этом сами его участники, какой потенциал они видят в Саратовской области? Мы с вами понимаем, что изменения быстро, к сожалению, как нам хочется, не будут происходить. Но движение вперед должно быть. Движение вперед должно быть вот здесь в первую очередь. Вот если здесь оно происходит, тогда будет все нормально. Я думаю, что сегодняшний форум подтверждение этому. Я хочу, чтобы на моей родине, на моей малой родине, на Саратовской земле, вот такие движения происходили постоянно. В нашей области все для этого есть. Самое главное, здесь есть люди. Самое главное, есть люди с большим-большим потенциалом. Надо использовать потенциал тех, кто отсюда уехал, но любит эту землю. Чтобы они сюда возвращались уже с теми возможностями, которые есть у них. Вчера мы презентовали свой проект в рамках вместе с компанией «Агросигнал». Она саратовская. Молодые бизнесмены, ребята, сегодня они по стране охватывают 4 миллиона гектаров. Они работают с семью регионами Российской Федерации. Это наш бизнес. Это серьезное движение вперед. В этом году только в области мы эту систему заведем более 10 предприятий. Это уход от бумаги. Это ведение полного учета и контроля о сельскохозяйственном бизнесе в рамках простых цифровых технологий. Компания «РЖД» сформировала долгосрочную программу развития до 2025 года, которая утверждена Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Так вот, ни много ни мало, а Приволжская железная дорога входит в эту программу, как филиала ОРЖД, рядом проектов, которые оцениваются почти в 172 миллиарда рублей. Причем основная часть этих объектов расположена на территории Саратовской области. У нас Саратовская область буквально до недавнего времени, я бы сказала, буквально до прошлого года, 17-18 года практически не видна была на туристической карте России и очень слабо была видна на туристической карте мира. И за два года была сделана очень большая работа для того, чтобы закрытую у них область не просто вывести на рынок, а вывести уже с тем продуктом, который заслуживает внимания достаточно широкого круга потребителей. Те темы, которые обсуждались на форуме, связанные с дорогой, в основном с дорогой, с железной дорогой или мы с автомобильной трассой, это прямой путь к рыбку, к прорыву, я бы даже сказала, в развитии туризма. То есть первый продукт, который просто приходит в голову, когда мы говорим о Саратовской области, это, конечно, Волга и все, что связано с водой. От рыбалки до водных видов спорта, водных видов досуга, экологического и активного туризма на воде. Следующий момент – это немцы. Немцы по Волжье, он тоже приобретает новые грани и, соответственно, создает потенциал для дополнительной стоимости, для дополнительного дохода для региона. В настоящее время мы начали выполнять полеты по маршруту Москва-Саратов, аэропорт Домодезово. Сейчас, в данный момент, мы ведем переговоры с Саратовской областью, если они нас поддержат. В ближайшее время мы планируем открыть полеты в минеральные воды, в Сочи, Симферополь и Екатеринбург, на Кугу-Беличной основе. Для корейцев Саратов не очень известный город, поэтому мы хотим поближе познакомиться и оценить возможности для корейского бизнеса. У вас хорошо развит агропромышленный комплекс, и мы думаем, что в области агротехники и производства запчастей возможно сотрудничество между нашими странами. В общем, мировая практика показывает, что если порядка 10-20% соглашений выполняется в результате подписания этих, значит, уже форум удался. У нас этот коэффициент выше, потому что, насколько я знаю, из 20 соглашений, порядка 20, которые были подписаны на первом экономическом форуме, где-то больше 10, но около 15-18 соглашений сейчас в работе, но мы быстро двигаемся, надеюсь, что и у нас все получится. Пока на экономическом форуме грезит об умных городах и продвинутом общественном транспорте, нам приходится жить в суровой саратовской реальности. А в ней по-прежнему чадящий автохлам из Европы, в котором вынуждены ездить пассажиры, нищета электротранспорта и, как следствие этого, растущий из года в год парк личных авто. Если посмотреть на саратовские улицы, особенно в центре, то они под завязку забиты машинами. Дополнительные парковки уже не спасают опыт других, в том числе и зарубежных городов. Говорит о том, что создание бесплатных мест, где человек мог бы оставить своего железного коня, это тупиковый путь развития. Наведение платной парковки хотя бы в центральной части города власти не решаются, очевидно, опасаясь создавать лишнее социальное напряжение. Что делать? Этот вопрос снова подняли на заседании недавно прошедшего регионального градостроительного совета. Для этого совещания наша редакция даже подготовила видеоролик с тем, что происходит на саратовских улицах. Перспектив пока не просматривается, и ярким примером может служить привокзальная площадь, где ставшие регулярными эксперименты с парковками неизменно заканчиваются каким-нибудь коллапсом. Эпидемия второрядной лихорадки с беспарковочным синдромом. Ироничный диагноз Саратову, где разносчиками дорожной болезни являются принципы благоустройства. Первые симптомы – моргающие сигналы аварийной остановки. Как результат – не пройти и не проехать. По центральным улицам города, где было два ряда, остается один. Казалось бы, какая связь между массовым оттоком населения из Саратова и заторами на дорогах? На самом деле, самая прямая, как говорят эксперты, пробки стоят на третьем месте в списке причин покинуть этот город. Яркий пример – привокзальная площадь. Коренные жители Саратова вряд ли сейчас вспомнят все изменения принципов парковки на этом участке. До недавнего времени было разрешено оставлять машины почти вплотную к тротуару перед вокзалом. Получили не что иное, как хаос. Все смешалось – люди, машины и даже кони, если бы они здесь оказались. Прибыл губернатор. Фрагмент диалога Валерия Радаева с начальником приволжской железной дороги Сергеем Альмеевым. Мы говорим о логистике, о концепции логистики. Мы нашли сейчас самый главный принадлежец. Как это здесь? Валерий Васильевич, вот здесь, на этом петле скапливается машина, некуда поставить. Да. Вот здесь. Теперь мы нашли. На смену рисункам на асфальте от стрелки пришли малые архитектурные формы. Если присмотреться, они все исцарапаны сверху. Ответ прост – их не замечают и стукаются об них бампером. Хаос все так же продолжается. И процветает парковка вторым рядом. Вот такая логистика. Эхо разговоров о нехватке парковочных мест в Саратове оглашает Белый зал правительства области. Парковка вторым рядом делает бессмысленным увеличивающееся количество коммунальной техники. Ведь это те же машины и ездят по тем же правилам. Он понимает, что центр города надо разгружать, я его даже убирать сейчас не могу. Две вещи. Первое. Недостаточность работы службы, кто должен, это служба ГИБДД, нарушение правил дорожного движения, где они занимают полосу. Второе. На самом деле, прежде чем запретить, нужно так. Сегодня многоярусные парковки никто не строит. Я обращаюсь ко всем предпринимателям, у меня нет ни одной заявки в городе на объект. Я хочу построить этот этаж, парковочный парковник. Нету такого, потому что нет спроса. Поэтому, конечно, это двухсторонний такой процесс, запрещая, нужно дать. Но на сегодняшний день этого нет. Количество мест, урезая тротуары, это неправильно. Мы сегодня урезали тротуары 8-10 лет назад. Решения были правильными. Но сегодня тротуары в центральной части города метр-полтора. Это не тротуары, это просто какая-то тропа. Диалог вскрывает и другие откровения одной цепочки. Деньги. Пример из соседнего Энгельса. Предприниматель построил многоярусную парковку. 2400 и то, извините, как... Месяц. Да, месяц. Месяц. Так что себестоимость, даже вот именно открытие парковки, если еще под землю, там пожарка, тушение пошло, на еще дороже. Поэтому навряд ли там в очередь кто-то выстроить. Это как бы не бизнес, это что-то вот какое-то такое. При этом обычные платные парковки в жилом секторе тоже стали не по карману автовладельцам. Парковка пустая, а вокруг подъезда набита в 2-3 ряда, что там не пройти, не проехаться. Это вот, к сожалению, культура, наверное, все-таки работа у органов надзорных таких. Председатель совета директоров группы компании «Лепта» Яков Стрельцин предлагает несколько приемов по выходу из парковочного кризиса. Один из них – сделать стоянку машин в центре платной, но с умом. Это стимулирует людей, которые приезжают в город и ставят машину на целый день, пользоваться общественным транспортом. Но помимо этого, безусловно, должны быть бесплатные парковки около магазинов, около торговых центров, и их должно быть гораздо больше. Сейчас помещения предприятия торговли, они, конечно, обеспечены машинными местами, в лучшем случае процентов на 15. – Яков Савич, а вот понятие «многоуровневые» или «перехватывающие» парковки? Плюс какой от этого? – Многоуровневые парковки, они могут не только «перехватывающие» быть на другом значении, но в данном случае вы абсолютно правы. В пригороде, не в пригороде, за историческим центром нужно сделать кольцо этих парковок, причем парковок этих нужно сделать много. Как я уже говорил, мы с господином Веричем считали, на сегодняшний день дефицит таких машин и мест составляет 80 тысяч, а ежегодно вводится парковок, в лучшем случае, ну, на 300-350 машин и мест. То есть мы, дефицит у нас растет, и проблема только усугубляется. Вообще, проблема парковок – тема вечная, но, как говорят специалисты, ей много внимания посвящено в разработанной и оплаченной транспортной схеме. О судьбе ее пока ничего не известно. За время подготовки сюжета встреча с представителем городского комитета транспорта так и не состоялась. А как считают эксперты, успешная реализация любого направления зависит лишь от личной заинтересованности ответственного чиновника. Пока городские власти не знают, что делать с парковками, в том числе и у ЖД вокзала, похоже, альтернативное предложение созрело в региональном Минтрансе. На следующей неделе его обещают вынести на заседание общественного совета ведомства. В частности, будет предложено организовать дополнительные парковочные места на территории у автовокзала. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин